Вот уроды! Почему веселый? Потому что слово «гей» с английского дословно переводится как «веселый». Итак, смотрим на действия нашего батчата, который занимает у нас четвертое место с ником Грехов или Грехов, ну, не знаю, ему виднее. Он нифига не делает, он просто стоит за камнем и выталкивает девяностика, который пытается высветить противников, стоящих за противоположным камнем. Девяностик понял, что он тут мешает вроде бы батчату, хорошо, он переезжает на другую часть камня и пытается подсвечивать врагов и перестреливаться тут с ними. Батчат занимает место девяностика, но понимает, что место нифига не рыбное, противники не подставляются. Что он будет делать дальше? Ну да, раз там не ловится крокодил, значит надо переехать сюда. Обязательно стать так, чтобы девяностику было невозможно отъехать назад. Сложно же было развернуться немножко, стать под другим углом, но до этого ж нужно догадаться. Ну как же это? Так не получается. В итоге девяностик отъезжает и плюху батчат ловит от Е100 именно благодаря тому, что стреляли-то собственно в девяностика. Но он считает, что светляк виноват во всех его неудачах и начинает его собственно дамажить. Тут такая небольшая перепалка у них завязывается. Как бы девяностик его тоже пытается толкать, но силы не равны. Батчат конечно же его вытолкает. Вот. В итоге девяностик дает ему шот по рогам так, чтобы не расслаблялся. Ну в принципе как бы не сильно правильное действие. Можно было бы конечно как-то попытаться урегулировать ситуацию по-другому, но увы. Как есть, так и есть. В итоге батчат тут не дает покоя девяностику. Девяностик переезжает на другую сторону камня. Если тебе здесь нужно, ну становись сюда. Но нет. Он выталкивает девяностика вот прям под огонь противников. Девяностый переезжает. Ну понятное дело, что тут он быстро засвечивается и отправляется в ангар. Третье место и сразу два игрока. Взводные Е25. Которые собственно издеваются над Т67. Седьмым, которые в принципе обладают неплохой статистикой. Хорошо играет товарищ. Ну что сказать. Ну Е25. Они же крутые нагибаторы. Они же в топе. Че им стоит. Надо же поиздеваться над союзниками. Вот. Ну Дикер Макс тут тоже как бы не дремлет. Сталкивает Е25 тоже вниз. Вот. Что происходит дальше. Собственно вот тема. Что происходит дальше. А стоит ли сопротивляться неадекватам. Возможно они просто потеряли бы к тебе интерес. Что называется. Если бы ты ничего им не делал. Ну Т67 решил. Что за фигня такая. Втаранился в Е25. Что произойдет дальше. Я думаю что вы тоже догадываетесь. Вот смотрите. Второй Е25 стоит дежурить наверху. На горке. Первый подталкивает его к горе. И второй смело падает на него вниз. Хотел забрать его тараном с горы. Однако ничего хорошего не получилось. Только немножко сбил ему ХП. Дальше один его подпирает. А второй его раздамаживает. Такими интересными движениями. С разгоном. Ну вот после очередного удара. Он становится вдруг голубеньким. Это что-нибудь да значит. Ну потом он все-таки передумает. Думает нет нет нет. Поеду-ка я лучше куда-нибудь. А то забанят еще. Вот. Т67 конечно. Очень обиделся на эту ситуацию. Что он будет делать. Он начинает стрелять по второму Е25. Который еще не стал голубеньким. Если бы он стрелял по первому. Ему бы ничего бы как бы не случилось. Ничего бы не сделалось бы. То есть фактически. Не забанили бы его. И ничего бы не произошло. Но он решил стрелять по второму. Второй развернулся. Дал ему вщи. И тоже поголубел. Вот как-то так. Два таких вот рандомных Алешки. Получили голубенький цвет. Ни бана. Ничего. Вот уродик. Второе место. Игрок с ником SuperVoin8. Что-то мне подсказывает, что этот ник я уже где-то слышал. Но вот где, хоть убейте, не могу вспомнить. Мне кажется, что все-таки среди неадекватов ники как-то легче запоминаются. Потому я где-то его и уже видел. Возможно, в одном из забракованных реплеев, которые вы мне присылали. Итак, что он делает? Наносит дамаг по арте. По союзной FV304. Но дело в том, что арты здесь в бою оказалось слишком много. И всю ее не перебьешь. Что будет делать наш SuperVoin8 дальше? Ну, давайте посмотрим. Здесь он останавливается. Высматривает, куда бы ему еще пострелять. Но арта что-то заподозрила. Что-то знает. И уже начинает агриться на него. Причем вся. И гриль, и FV-шка, в которую он попал. И вот уже этот ящичек тоже на него посматривает. Как-то так странненько. Что делает гриль? Ну, плюет на все эти дела. Становится сзади. За гробиком. Но квас все-таки его не упускает из виду. Забавный момент сейчас будет. Он просто подъезжает и начинает собирать паровозик. Причем выталкивает в том числе и гробас с его позиции. Хотя квас вроде бы танк с броней. Он должен ехать куда-то потанковать. Да, я понимаю, что ты не в топе. И как бы против шестерок это сложно сделать. Но надо хотя бы попытаться. Нет, зачем. Проще завалить свою арту. Скинуть там ее под стволы противников. Благо никто не видит. Ну и поставить ее вот, например, на одну гуслю. Можно было в передаче прям вот это да записывать. Потому как этот баг уже давно известен. Как бы поставить на одну гуслю кого-нибудь можно. Ну вот, ему удается это сделать с союзным грилем. Ну и разумеется, разъяренные союзники начинают его выпихивать вместе с артой, которую он собственно и подставил. Ну вот как-то так. Вот ты уродик. А сегодня первое место у нас занимает импортный товар. Да, дело происходит на евросервере. Надо отдать должное 25 пополам. Неплохо настрелял. Здесь для своего седьмого уровня убил несколько врагов. И все было бы замечательно. Если бы не прилетела плюха в спину от Арла-44. Только за то, что Т-25 пополам находится под клэнтегом СССР-2. И именно с этого все начинается. Начинается словесная перепалка в чате. Причем без участия нашего героя. То есть европейцы между собой общаются. Арл-44 пишет, что он русский, как бы это так сказать, помягче. Сосунок в общем. Ну вы поняли, про кого речь идет. И опять-таки стоит отдать должное союзной Як-Пантере. Которая пишет, что ты конченый расист. Раз ты так считаешь. Раз ты убил его только за это. Он пишет, что нет, я просто не люблю русских. И с расизмом это не имеет ничего общего. Никакого отношения к этому. Это к слову о европейской толерантности. То есть можно застрелить игрока только за то, что он клэнтег имеет СССР. А то, что он может оказаться прибалтом, белорусом, украинцем, казахом или кем-то еще. Всем наплевать. Возможно у них с образованием туго. Ну, это мне неизвестно. А может быть он просто почему-то не любит русских. Но опять-таки хочу признаться, что очень сильно порадовала Як-Пантера. Которая написала ему в ответ, что товарищ, так делать нельзя. Потому что ты конченый расист. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал, ставьте больше лайков. И эти видео будут выходить чаще. Ну, а пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok